здравствуйте друзья вопрос задали ну там как бы вопрос в виде истории и история такая что вот мол в америке девушка ну из россии украины я не уверен но вот оттуда и у нее отношения с американцем и американец этот как бы вроде они и так и живут вместе там и все такое но отношения прервались из-за того что девушка не могла принять кое-чего в поведении этого американца кое-чего состояла в том что он как бы не готов был на нее тратить деньги то есть не имеется ввиду что она хотела там от него каких-то расходов больших но даже вот они идут там куда-то и там чет пять долларов так это мелочевка да и он купи себе там да или например у него есть несколько фотокамер и она хочет фотокамеру и он ну как бы с ее точки зрения мог бы вполне но если даже не подарить то дать пользоваться какой-то камера мог бы подарить но он вместо этого там пошел там research какой-то сделал бит вот эта камера тебе подойдет и его вопрошающего так сказать молодого человека это все удивляет как же так вот девушка тем более живет с тобой и что же ты вот не не хочешь так не то что он скупой а именно вот какие-то принципы есть какой-то другой парень с которым это обсуждал этот горячо так сказать отстаивает вот эту позицию он говорит что люди равноправны и как равноправный человек она не должна вообще у него было бы надо принимать какие-то расходы почему и спрашивает как вот вы михаил там к этому относитесь значит дело в том что мы с вами принадлежим какой-то культуре и если так в моих терминах так говорить то я бы сказал что американская культура и советская постсоветская вот оттуда культура отличается глубиной как бы проникновение в жизни общества в его поры феодальных отношений вот допустим американское общество более капиталистическое там она более феодальное феодальном обществе роль женщины подчиненные она она на втором месте женщина ожидает от мужчины безопасности он ее должен обеспечивать она там сидит с детьми так в классическом таком традиционном варианте это ведь не так давно еще женщины вообще стали работать вот на производстве это не было массовым если мы посмотрим например на америку массово женщины по два раза это происходило в два этапа первый раз когда война была вторая мировая и мужчины уходили в армию довольно много женщин пошло работать в этот момент и второй момент это вот когда рейгономика упала до при президенте рейгане когда было большая инфляция обесценивался доллар и зарплаты мужчины не хватало на семью то есть до этого концепция была такая мужчина зарабатывает женщина дома с детьми и вот многие женщины пошли работать и и в ссср там да как бы там в россии украине тоже относительно недавно еще женщины должны были сидеть дома с детьми а мужчина должен был зарабатывать на всю семью и вот это вот отношение она как бы сохранилась я часть вот этого мира в моей ментальности то есть если я девушку приглашаю то я как бы ее как а кто ну да ну я же пригласил поэтому если вы допустим находитесь соединенных штатов и девушка из тех же мест как бы да из того же ментального таскать пространство то она совершенно нормально отнесется к тому что вы за нее заплатили если девушка американская или там не знаю китайская в данном случае или там еще какая-то она может даже и обидеться тоже он как ты чё вообще ты кто такой поэтому другой мир друг другие отношения совершенно нормально все я больше скажу есть очень много семей семей они расписаны эти то есть вот ладно эти они там boyfriend girls он там но есть люди которые просто замужем женщина за мужчины и у них дети есть при этом при всем у них разные счета то есть вот они ведут хозяйство как два разных человека объединившихся для ведения хозяйства и у каждого кроме того что у них есть семейные деньги у них есть у каждого еще отдельный счет и он не должен спрашивать у жены допустим нет ли денег там пойти ему куда-то или поехать куда-то у него свои есть и у нее свои есть я видел такое не только у американцев я видел такое у людей из индии но у них как бы смешанный такой вариант то есть там получается так мужчина должен содержать жену и детей то есть вопросов нет но если она хочет работать она может работать нет не то чтобы ей кто-то не разрешал работать как-то помню несколько лет назад был случай детей в пакистане там девушка закончила университет и пошла работать ее убил собственный отец убил позор для семьи работать пошла то есть она училась в университете это нормально чтобы хорошо замуж быть там еще чего-то но чтобы работу она вот и в индии такого нет слава богу но во всяком случае она может не работать и никто не заставляет если она работает а у нас тут вот в кремниевой долине например очень многие девочки работают из индии и хорошо зарабатывают тоже вот это ее деньги то есть муж не рассчитывает на деньги жены в семейном бюджете это как бы это ее лично она может себе там по брикушке покупать может еще чего-то это абсолютно никак бы не относится то есть казалось бы семья то есть я вот возвращаюсь к российскому да вот этого вот советскому казалось бы семья и жена зарабатывает деньги но это деньги не в семейном бюджете то есть на другой быть другой вариант немножко да но но тоже как это так деньги члены семьи зарабатывают а они в семью не идут это как вот поэтому ну да значит так получается это другой мир другие отношения другие привычки и вам не требуется это это как-то принимать вот пожалуйста живите как хотите есть если вы общаетесь там соотечественниками и вам комфортно и им комфортно и всем комфортно ради бога но как хотите здесь неудобно знаете здесь вот ты не можешь скажем там открыть дверь перед женщина идет там открыть диска это пожалуйста это неприлично ведь может обидеться может человек может обидеться она она не второго сорта существо которому требуется ваша помощь понимаете они могут вы можете уступить место там в трамвае и вам скажут вы чё мужчина все позволяете так тоже может быть я помню вот в москве когда жил я очень любил вот допустим там ну там с кем-то идешь там с девушкой женой вот и там допустим из трамвая из общественного транспорта в руку подаешь чтобы человек мог спуститься или например мне очень нравилось там накидывать пальтишко или там курточку так вот там раз так я я получал эстетическое насладение здесь я не могу вот ну ты женя пожалуйста дайте мне дайте мне но мы и ходим так так что нет ничего накинуть хочешь в рубашке в одной в общем постороннему человеку я не скажу ой давай я тебе там сейчас подам там пальтишко что если только свои вот поэтому ну так при привыкаешь привыкаешь я бы не стал так как-то ужасаться выше письмо само оно есть в тексте в description к этому видео в описании само по себе письмо как бы предполагала какой-то ужас такой как же так обычно нормально чем хорошо хочу люди живут в каком-то контексте в каком-то измерении в каком-то наборе правил и ты когда попадаешь туда ты принимаешь их или не принимаешь это твое дело я вот этот вопрос воспринимаю в контексте общей такой озабоченности вот люди часто задают вопросы расскажите о недостатках жизни в сша расскажите о проблемах жизни в сша да нет там проблем никаких таких чтобы вот не были ну я тут наверное есть свои какие-то но дело не в этом есть есть уклад определенный и ты в этом укладе живешь вот допустим там один чукча поехал в москву а другой вы пишет расскажи как там как какие проблемы жизни в москве но у людей живущих москве нет этих проблем жизни в москве по сравнению с там с чукоткой понимаете с чумом выпасание молений там и так далее у них какая-то своя жизнь ты приезжаешь не нравится не уезжали не живи и нравится живи и так далее поэтому нет таких как вот именно недостатков объективно существующих не раз вот тут объективно хорошо а там субъективно хорошо кому-то нравится чтобы было много людей вокруг а кто-то скажет боже какой ужас там люди вокруг столько людей такая плотность населения ну но есть люди любят больших городах жить кстати сейчас у молодежи вот я недавно прочитал в сша тенденция жить в городах и ездить на общественном транспорте вот такая интересная тенденция понимаете поэтому а есть люди наоборот им собер подавай куда-то так уехать чтоб там никого не видеть никого не слышит еще на холм какой-нибудь забраться нету объективного плюса или минуса в жизни на холме или в жизни в многоэтажном доме такого нет достаточно субъективно все и вот вот контекст понимаете поэтому это не недостаток америки и это не плюс россии это разные миры в известном смысле в известном смысле я хочу сказать что события последнего года лишили запад последних иллюзий о том что это миры похожие близкие общечеловеческие ценности что люди все хотят одного и того же вот теперь это наглядно видно что это не так но как бы очень хорошо видно что отличается чего люди хотят в разных таких контекстах ландшафтах environment любое слово возьмите вот и все праздную вот вот собственно такой у меня ответ на самом деле когда ты привыкаешь к чему-то вот ты живешь в чем-то и ты к этому привык ты вообще этого не видишь не слышишь не замечаешь его нет то есть тебе приходится странные говорят а вот у вас вот это а что там вы его не видите пойти не потому что она хорошо не потому что она плохо а потому что вы его не видеть если человек там всю жизнь например не дай бог вот родился где-нибудь там в концлагере и живет всю жизнь в концлагере он очень многие вещи которые вы со свободы смотрите вот туда где боже как же он живет он даже не поймет о чем вы потому что это норма это все за скобками внутри скобок у него есть вот его сегодняшняя жизнь и вот тут удобно там неудобно комфортно некомфортно покушал там телевизор посмотрел так ты разлегся книжку почитал вот а все остальное оно вне контекста ну там осталось оно ушло вне контекста сегодняшнего дня а вот как будто большом контексте поэтому его не видим поэтому мы живем в советском союзе и радуемся каждый день чему-то радуемся там вот улыбки радуемся там речка течет радуемся травка зеленая грибы пособирали с друзьями по рюмочке пропустили мы очень радостно жили в советском союзе потому что мы контекст был за рамками если бы мы каждый день думали о том что это тоталитарный режим что границы закрыты что заработки какие-то унизительно унизительные что нет никаких возможностей там без того чтобы я не знаю там по блату или вылезать какую-то задницу или там еще чего-то и вот и вот и некуда расти да если бы мы об этом думали мы прям перемерли бы все от болезней там к 40 годам поэтому она за рамками так вот я бы на этом наверное и закончил вот таким обобщением счастливо